Здравствуйте! Арсений Селезнев, Зверобой. Чем петухи груши околачивают? Вот, в общем, они повалили один ствол, второй, третий. Не до конца я успел срезать. Вот этот начал падать. В общем, петухи работают лесорубами. Мы все тоже подкопали, ствол упал, пришлось срезать. Ну, я вообще посрезал сначала лободу, это вот эти желтые, желтая стерня. А потом зеленая стерня, это груша. Тут еще вот пооставались. Есть засыхающие, есть засохшие. Вот эти засохшие были кусты, вот такие, уже желтые. Вот тут позасыхало. Но в основном еще есть листья. Надо их срезать, потому что эти листва нижние засыхают. Вот, как здесь и как там. Или отпадает. Ну, тут ее, она долго не лежит, ее сразу же съедают, если она отпадает. Так что вот такой у меня еще остался задел. Небольшой. Очень много зеленой массы на вот таких вот стволах. Очень тяжелые, получается, стволы за счет боковых ветвей скелетных. Вот таких вот скелетных веток. Сейчас я ветки не перерабатываю, но вот сбрасываю на дорожку. Потом лопатой пробовал нарезать мелко-мелко, бить вот так вот по дорожке прямо вдоль лежат. Вот такие ветки крупные и более мелкие. И я лопатой нарезаю вот так поперек. То курам нравится вату вытягивать оттуда, выковыривать. Так что еще осталось. Поразрывали очень сильно. Видел, как они доставали эти плоды. Подземные. Земляной груши. Вот видно, копали тут. Так что немножко урожай попортили. Клубней почти нет в тех местах. Вот тут тоже копнули. Там сильно обошли. Надо будет выкапывать. Да и мыши тут могут пройтись хорошенько. Когда снег упадет, они под землю уйдут. И будут ходы прорывать. Нарвутся на топинамбур. И все. Урожай пропадет. Как в прошлом году. Арсений Селезнев зверобой. Петухи работают в качестве канадских лесорубов. Сейчас покажу ствол, который они завалили. А вот, кстати, и выкопанный. Выкопали этот. Уже наполовину склеванный. Клубень. Вот там огромнейший куст был. Ну, просто гигантский. Пришлось срезать. Очень толстый. Очень толстый ствол. Он видно там внутри обклевали. А корни как вывернули. Кошмар просто. И там тоже вывернули корень. Который по соседству рос. Я тут много насаживал. Ну, видно, что только вот эти выросли. Вот так немножко. А я насаживал тут в 4 ряда. Вот так в 4 ряда. И так, наверное, рядов сюда штук 7 было. 7 рядов. Ну, теперь калина засохла. Так что можно садить больше. Плотнее. А калину придется омолодить. Там какие-то молодые ветки остались. А старые все позасыхали. Крупная старая калина. Так что придется омолаживать куст заодно. И здесь тоже. Это, наверное, первый куст, который они завалили. Был вот этот. Тоже так хорошо подросло. Вот тут они ели. При мне. Ну и видно, как... Как она-то по... Завитушки такие получились. И видно, что нижние листья, кроме сухих, посъедали. А... Вот эти боковые побеги пошли такими этими стволами. Вот видно. Высота до груди достают. Так что топинамбур можно еще вегетативно размножать. Прикапывать его горизонтально. И будут тут еще клубинки. Если, конечно, успеют завязаться. В ваших условиях у нас вряд ли. Но, по крайней мере, есть такой вариант. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зеробой. Сейчас курам даю много листвы. Вот такой вот мелко наламываю. Можно нарезать листья. А такие целиком. Такие мелкие листья. Смотрите обновления. Пока.